Всем привет, Ульки! С вами Алинка на связи. Короче, всем привет! Сегодня на календаре у нас 9 марта, и я решила записать влог. Вчера записывала тоже с работы, я работала 8 и 9, то есть сегодня. График у меня 2 на 2, кто не в курсе. Как-то говорила, ничего не поменялось, все стандартно. И я решила записать влог. Почему решила его записать? Потому что хочу, опять-таки, поделиться с вами несколькими историями. Вчерашнее видео поздравления нас с 2000 и с 8 марта получил колоссальный отклик. И я думаю, блин, вот это заряд энергии мне придало, и я решила, что буду дальше пилить видосы. Поэтому да, сегодня будет влог. Сейчас 20 минут 8 аптека у меня открывается с 8 часов. На работе я, точнее, на работу сегодня я приехала на час раньше, потому что моя заведующая работает со мной сейчас в графике 2 на 2. Где моя напарница Настюшка, с которой я снимала видос, ссылочка вверху, она в отпуске. И мы вот с заведующей работаем 2 на 2, и я выполняю некоторую часть заведующей в свои смены. Ну, там, записать журналы, температурный режим, санруки, санпомещение, вот это температурный режим по ковиду и так далее. Поэтому пришлось приехать сегодня пораньше. Да, я люблю в крайнюю смену приезжать раньше, потому что надо все почистить, чтобы заведующая тебе ничего на следующий день не сказала. Ну, так очень редко бывает. Я всегда где-нибудь залажаю, где-нибудь да косяк будет. Поэтому приехала пораньше и думаю, блин, я уже все сделала, касса посчитана, компьютеры все включено. И думаю, запишу вам приветку. Ну и опять-таки у меня, начинаем влог с того, что у меня проблема. У меня на одном кассовом аппарате, на одной кассе, стоит терминал, безлимитный, хотела сказать, безналичная оплата. И получается, мою предыдущую смену, то есть 3 дня назад, я отпустила человека по безналу, и мне в компьютере надо было выбрать, что я выбираю оплату безнал. Ну, короче, по кассе, я его по нашей кассе аптечной отпустила, как будто по деньгам, а провела картой. Ну, короче, у меня не сходятся цифры по двум чекам, и у меня недостача в кассе была той суммы, на которую я пробила. И вот сегодня буду звонить, и час с утра, как открою, с самого утра наберу нашего человека в офис, который менеджер, или кто он там, который главный по компьютерам. Ну, это что такое? Март, алло! С Новым Годом! Ужас, кошмар! Вот, пришешь, я так коряво выгляжу, что никто мне не скажет, мне ужас. Так, бандиты, Алинка уже завязала волосы, это значит, работа пошла полным делом. Самое отвратительное, то, что мне не дали допить чай, у нас, как вы видели, пошел снег, хотя март на дворе, я же говорю, вроде уже все дело шло к весне, но нет, ну, выпал у нас снегопадище. И сейчас он прекратился, привезли товар, и просто, вот товар, вот товар. Сейчас будем разбирать накладные, и немножко расскажу по принципу, как... Сейчас, без сахара, обожаю. Как мы разбираем товар, ну, именно нашу фирму. Нам приходит товар, нам приходят накладные, накладные делю на два вида, они все практически одинаковые, делю на два вида, один, который отдаю в офис, один, который остается у нас. Расходная, накладная и реестры. Проверяю соответствие с товаром, который приходит, и печатаю ценники. На данный момент сейчас вот я разделила на две столбика, один себе, один возвращаю на склад, и сейчас буду вот сверять с компьютером, обязательно сверяю номер накладной, дату прихода, и обязательно сверяю сумму, на которую пришло, потому что иногда бывают ошибки, это не должно быть. В конце месяца потом сводятся все накладные, если расход какой-то, это очень печально. Поэтому я сейчас быстренько, быстренько, я не знаю, сколько у меня товара, ненавижу разбирать товар, сейчас быстренько это все унесу в компьютер, и потом буду разбирать и клеить ценники. Кстати, знаете, что я хотела сказать, я так была рада сегодняшнему рабочему дню, потому что сегодня рабочий день у нас у всех, и, ну, в плане не аптеки, а вот все работают. Вчера 8-го был выходной, а сегодня рабочий день, и я так надеялась, что привезут зарплату, но нет. И завтра, походу, ее привезут, и мне придется пердолить с дома на работу, чтобы забрать зарплату, ненавижу такое. Поэтому, если вы спросите, типа, почему нельзя потом свою смену забрать, ребята, я получаю не миллиарды, что у меня в заначке куча денег, и я протяну. Нет, я, как обычный белый человек, рабочий, у меня заканчиваются деньги, и я хочу что-нибудь приобрести себе на полученную премию и зарплату, поэтому буду завтра опереться на работу. Т-с-т-в-у-ет. В каждом накладной напротив препарата надо написать слово «соответствует», и это такое слово, мне уже тошнит от него. «Соответствует». Так что, да, буду заниматься дальше, сейчас буду это все сверять, и будем клеить. Иду. Пойдем. Люблю эти случаи, мне кажется, у каждого эта информация происходила, пришел только что дед, такой большой, сальный такой, фу, я аж стою, он говорит, есть таблетки от запора, недорогие, я аж говорю, синодексин, Украина 21 рубль, синодей Индия, Индия, да, по-моему, 25 рубль. Сколько? Я знаю, есть столько уже мемов, прикольчиков, всяких видео. Я говорю, да, а что, дешевле нету? Я говорю, нет, к сожалению, дешевле нет. Он такой разборачивается, я говорю, вообще, говорит, вообще, типа, хочу в туалет сходить, а мне надо столько платить. Это, знаете, из разряда видео, у девушки видео тоже в том, что это, когда женщина не хотела заплатить деньги, а сколько там, 19 рублей, чтобы посрать. Ой, ужас. Смешат такие люди, капец. Так, продолжаем делать дальше, не отвлекаемся. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мой рабочий день практически подходит к концу. Слушаю, пришел кто-то или нет? Сейчас поставлю его. Сейчас нахожусь в комнате персонала. Думаю, сейчас пока отдохну. К вечеру что-то люди начали бежать. Так вот. К вечеру подустала что-то я уже маленько. И хотела с вами поговорить и рассказать вам, что вчера приключилось у меня на 8 марта. Вчера, выходя с аптеки, я обожаю, просто обожаю всем сердцем свою родную республику. Кто не знает, я живу в Донецкой Народной Республике, уже много раз говорила о этом видео. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Много видосиков, где я рассказываю про народную свою республику, как у нас тут цены и так далее. Ну, короче, не суть. Выхожу я с работы, бегу на остановку. У меня от остановки до работы, ну, буквально 10 метров. Выбегаю, думаю, сейчас автобус будет. Сегодня пораньше уеду. Все так. Что вы думаете? Встаю в ту сторону, которая мне не надо, не в дом. И едут автобусы, едут, 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 едут. А в мою нет. Я уже замерзла, я уже с мамой поговорила. Девочки знают, что такое поговорить с мамой. Это где-то, ну, минимум минут 20. Уже Игорю позвонила. Говорю, я не буду принципиально вызывать такси, потому что ну, я сейчас уеду. Что такое, типа, 7 часов? Уеду, конечно. У нас автобус, если что, последний, ну, уходит, ну, максимум в полдевятого. То есть я еще стояла в надежде, что я уеду домой. Я стояла в 7 вечера, у меня еще троллейбус ходит. И он ходит не до меня, а, ну, на остановок 10 раньше у него, конечно. И я бы могла там, если бы на нем поехала, перейти и сесть на тот автобус. Короче, стою, жду. Нет, я с мамой поговорила, с Игорем поговорила. Уже психую. Уже такая, я хочу домой. Подходит ко мне мужчина. А я стояла прямо на перекрестке, чуть дальше от остановки смотрела, едет вдали автобус или нет. Ко мне с остановки подходит мужчина. Говорит, что, не видать? Я говорю, не, вообще не видно. Он такой говорит, ну, вчера он тоже поломался, но поломался прям и называет остановку, где я живу. Я говорю, о, мне бы подошло, типа, если бы он там поломался. Я как раз там рядом жил. Ну, короче, на остановке стоял человек 5. В итоге подъехал троллейбус, который как раз не идет до меня, а идет на 10 остановок. Раньше у него конечная. Все у него сажаются и остаются в остановке одна. Ходят всякие алкаши. Остановка прямо возле наливайки. Ну, короче, капец. У него опять маме. Ну, и, короче, смотрю, но время уже начало 9. Думаю, зашибись. Беру, набираю такси. Говорю, девушка, здравствуйте, можно машинку, пожалуйста. Она говорит, двойной тариф вас устроит? Я говорю, а обычного нет? И она говорит, нет, нету. До меня тариф доехать 250 рублей, то есть двойная, это 500 рублей. Не знаю, как это в России дешево или дорого, но в Донецке это 500 как дорого. Это дорого. Такси дорого. С учетом того, что на зарплаты 10 тысяч, да, там. Ну, вот, пожалуйста, считайте. Ну, получается, смена, да, вот у меня уходит 600 рублей смена, то есть 500, ну, это на ставке. Так вот. Кто слушал, шли или нет? И, получается, стою уже, стою такая нервная. Смотрю, туда едет автобус, перебегая дорогу, говорю, подскажите, пожалуйста. А, за двойной тариф. Вот, за двойной тариф вызываю такси, а перед этим, упустила момент, перебегая дорогу, и куда едет, дед мой автобус, только в другую сторону. Автобус будет сегодня или нет? Я стою уже полтора часа. Он такой говорит, завтра, девушка. Я говорю, шутки ваши уместные, конечно. Он такой, ну, а шоу, типа, делать? Думаю, зашибись, вот это, вызываю такси, 500 рублей. Думаю, ладно, все. Так вот, говорила, что штавка 600, да, ну, в день. И я же такая, все, ушла. Ну, вызываю такси, 500 рублей, соглашаю, жду, 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 жду. Нету. Это хорошо, что я позвонила Игоря. И у Игоря машина стояла под домом. И он приехал за мной. Я говорю, троллейбус идет, я как раз поеду до той конечной, которая ближе, типа, на 10 остановок. Заберешь меня оттуда, чтобы дальше не ехать. Я как раз, пока ты соберешься, доеду на троллейбусе, как раз то на то и выходит. И домой я попала в начале 10-го. Ммм, класс. Вот это 8 марта. Когда мне говорят, выпей шампан с кого-то, не очень-то хочется. Потому что приехала я очень злая, мне хватило только на душ и на сон. Все. Я была такая расстроена. Если кто-то мне скажет, почему сразу Игорь за тобой не приехал. Потому что, ну, вот так получилось. Переехала поближе, потому что заколебалась бегать. Материальные люди приходят. Вот. Ну, почему Игорь не приехал за мной сразу? Ну, вот так вот тут получилось. Короче, был занят. И в итоге он за мной приехал. Я была такая злучая, такая злучая. Так что вот так вот тут, ребята, прошел мой 8 марта. Хотела еще одну затронуть тему. Мне под видео оставляют вопросы, будет ли продолжение аптеки. Буду ли я снимать то, как у меня что лежит. Пока нет. Не хочу. Не обижайтесь. Ничего личного. Ничего такого. Пока не хочу. Не созрела. Не хочу. Пока формат влогов. Я вот... Мне нравится, когда формат влогов. И мне пишут комментарии. И я общаюсь с людьми. Вот это самый супер, самый кайф для меня. Красотища. Вот. И еще, знаете, что я бы хотела бы снять, было или не было. Так что, да, пишите мне в инстаграме, в директ. Задавайте вопросы, было или не было. И я сниму видео в ближайшее время. Потому что, я знаю, у вас, у меня, у нас, мы, аудитория уже большая. Да. И задавайте вопросы. Я обязательно отвечу. Это будет в формате было или не было, как уже сказала там. Было ли такое, что там разбивала ампулы и скрывала там, или платила, или инфаркт сердца было. После этого спрашивайте. Я задам. Точнее, задам. Задам эти вопросы на видео и обязательно на них отвечу. У меня главный вопрос такой, кто убирает у вас на полках? Вопрос. Кто убирает вас на полках? Вы заведующая или санитарка? Или когда как? Вот ответьте. Потому что у нас четко, я уже рассказывала на видео, с моей напарницей Настюхой разделены обязанности. Мы каждый убираем полки, но у каждого своя территория. Поэтому мне будет очень интересно это послушать. Так что, да. Сейчас уже за мной приедет Игорь. Уже буду закрываться. Как сразу понятно, что весна на дворе. Буду закрываться, а еще светло. Все. Буду собираться потихоньку. И... А, кстати, покажу. Сейчас нам подарили вот такую коробку на 8 марта. Тут были конфеты. Мы их уже съели. А коробку я себе приприрую. Сейчас вернусь. Пока я ухожу. Все. Давайте до встречи. Жду ваши вопросы, на которые бы сниму видос. Так что, да. Вот. Аптека Народная. Здравствуйте. 69 рублей пластина. 32 рубля упаковка. Да. Разные производители, разный завод, разное качество. Ну, конечно. Пожалуйста. Спирта нету. Не привезли. Да нет за что. Вот так и работает. Все. Жду ваши вопросы. Давайте. Сейчас уже буду закрывать. Пока. Пока.